наиболее часто в пище используют поваренную соль или хлорид натрия она помогает попадая в полость рта уже раздражает вкусовые рецепторы улучшается выделение соков в желудке усиливается выделение желудочного сока что облегчает переваривание пищи особенно пищи белковой которая переваривается дольше всех и тяжелее всех когда соль попадает кровь соль удерживает влагу и увеличивает объем крови с одной стороны это хорошо потому что более жидкая кровь легче достигает клетки с другой стороны если соли будет слишком много она воду не отдает и обмен веществ клетках нарушается и тут нужно просто правильно дозировать и балансировать количество соли и воды чтобы не вызвать с одной стороны перегрузку сердечно-сосудистой системы водой и с другой стороны если соли вообще нет есть бессолевые диеты количество поваренной соли когда в крови уменьшается количество воды уменьшается увеличивается вязкость крови и нагрузка на сердце и когда люди пытаются бороться с гипертонической болезнью при избыточном количестве поваренной соли одни кардиологические риски когда бессолевая диета на фоне проблем сердечно-сосудистой системы появляются другие еще более опасные для жизни риски связанные с тромбозом сосудов из жесткой перегрузкой работы сердца поэтому соль вода они должны быть в рационе но их тоже просто правильно балансировать на протяжении дня и использовать в разумных пределах и и и и и